Если у вас завалялся корень сосны, есть фантазия, то тогда вы можете сплести вот, например, такую корзинку, как это и сделали мастера на выставке. Зриф корень. На этой выставке представлены работы, сделанные мастерами из разных городов. Здесь можно посмотреть на шкатулочки, хлебницы и даже вазы. Все они выполнены из соснового корня в разных техниках. Начнем мы с конфетницы. Это конфетница традиционной формы, то есть использована традиционная техника плетения. Открываем, а тут конфет почему-то не приготовили для меня. Ну вот так вот у нас. Не только конфетница делают мастера, но и самые различные вазы, как маленькие, так и большие, из молодого корня и уже совсем из старого. Изделие очень-то тоже вот, да, мы можем посмотреть по цвету. То есть вот это, допустим, более позднее изделие, а это более раннее. То есть просто вот даже по цвету. То есть сосновый корень темнеет. Да, сосновый корень темнеет со временем, то есть, ну этому изделию может порядка 20 лет. А если мне подарят живые розы, а как их поставить, они шповянут? Ну, значит, если, есть еще вариант, допустим, да, мы вплетаем туда стеклянную посуду. Ну, то есть, да, стеклянную вазу, оплетаем ее, и вы ставите живые розы. Как рассказал Евгений, по тому, как выполнено изделие, можно даже определить настроение мастера. Что можно сказать по этому изделию? Какое настроение у мастер? Ну, я думал было, что у него шикарное настроение, потому что вот этот узор, да, такой ажурный, немножко праздничный, да. То есть, если бы у меня, допустим, было плохое настроение, я бы никак до этого не додумался. Ну и в центре зала есть настоящий девичий уголок. В общем-то, да, тут представлены шкатулочки, зеркальце и вот шкатулочки в форме яблока. Можно прятать свои украшения, золото. Плесенье, золото, бриллианты, жемчуг. Ждать, пока приумножится. Пока подарят. Пока подарят, да. И вывести себя хорошо, что вы подарили. Ладно. Оказывается, заниматься плетением из соснового корня довольно прибыльное дело. Традиционно наша русская вятская хлебница, ну, стоимость порядка 20 тысяч рублей. Ничего себе хлебушек-то дорогой у нас. Ну, то есть, да, ну, в принципе, хлеб не плесневеет. Хотите хорошо зарабатывать, идите в мастера. Да, в соснового корня. Посмотрела на разные изделия из соснового корня и поняла, что дело это прибыльное. Приходите в мастера. Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тудей».